Почти 4 миллиона домов остались без электричества в результате сильнейшего урагана, который обрушился на Атлантическое побережье США. Стихия затронула штаты Западная Виргиния и Мэриленд, а также Вашингтон. Сообщается о двух погибших. Из-за бури в американской столице начались перебои с транспортом. Выбилась из привычного графика подземка. Улицы завалены деревьями, порывами ветра, по силе равными торнадо, сорвала крыши с нескольких жилых построек. В штате Западная Виргиния объявили чрезвычайное положение. Ситуация усугубляется тем, что сейчас на всем побережье установилась рекордная жара. Термометры показывают более 40 градусов по Цельсию, а из-за отсутствия энергоснабжения людям не приходится рассчитывать ни на вентиляторы, ни на кондиционеры. А в центральной части США бушуют лесные пожары. Штат Колорадо объявлен зоной стихийного бедствия. Леса горят уже несколько недель. В городе Колорадо-Спрингс огонь уничтожил более 350 домов. Жилые кварталы превратились в пепелищи. Погибли два человека, еще десять числятся пропавшими без вести. Накануне опустевший после эвакуации город посетил президент США Барак Обама. Надеюсь, вы осознаете, насколько важна работа наших пожарных и природоохранных служб. Зачастую люди понимают это лишь тогда, когда горят их дома или огонь угрожает их жизни. Надеюсь, граждане нашей страны согласятся со мной. Когда происходит что-то подобное, очень важно действовать вместе, как одна дружная семья. Тем временем пламя вплотную подбирается к нефтяным и газовым скважинам. Из-за сильного ветра и жаркой засушливой погоды огонь с пугающей скоростью охватывает все новые территории. В спасательных операциях участвуют тысячи пожарных. На помощь пришла национальная гвардия и волонтеры. Тушат из земли и с воздуха. Но спецтехники не хватает. Из соседних штатов в Колорадо направили дополнительные вертолеты и пожарные машины. Субтитры создавал DimaTorzok